За последние пять лет в Волгоградской области на фоне того, что было до этого, абсолютно очевидные, явные, позитивные сдвиги. Вот мы сейчас с вами находимся в том месте, где по большому счету была свалка. И когда говорилось о том, что здесь будет развиваться реквизиционная зона и комплекс, но ведь многие не верили. И мы сейчас здесь с вами стоим и это видим. Поэтому для меня большая честь вообще ощущать и считать себя членом команды Андрея Ивановича. Я увидела те преобразования и почувствовала в нашем городе и в области, где мы живем. Увидела, что он умеет очень сосредотачиваться на главном. Это очень важно в работе руководителя. Не распыляться на мелочи, поставить задачу и ее решать. Привлекая, организуя команду, привлекая всех к тому, организуя их работу. Действительно многое сделано за последние годы. Я как человек от культуры и искусства надеюсь, что в год театра уделится хорошее внимание и нашим театром. Вопросы ветеранские решает. Всегда к нему можно обратиться и вопросы решает действительно так, как должно быть в дальнейшем. Я всегда проводил пример. Не в пример, я не буду называть прежних двух, которые у нас были, развалили область. Но делается все для того, чтобы поднять область и, слава богу, что это идет. А дороги какие? Раньше едешь, думаешь, колеса от Камышина до Волгограда отвалятся у машины. Сейчас едешь нормально, спокойно. Это же тоже большое значение имеет для всего. Ну, я другие не беру детали там. Это крановый завод у нас начал дышать, дышать. То боялись, что его не будет вообще. Ну, а сейчас с его помощью подвижка есть. Наш текстиль заработал хорошо с его помощью. Я бывший военный, а сейчас учитель, директор, председатель Совета ветеранов готов точно так же пойти в разведку с таким человеком. Человек за пять лет сделал такое. Нельзя даже, как говорят, убедиться в том, что невыполнимого ничего нет. То, что он сказал, то он и сделал.